Вот эти автомобили в нашей стране называют москвичами. Классная тачка, хорошая машина, но вот только после съемки вот этот красавчик отправляется обратно к дилеру, потому что это брак. И у владельца есть два выбора, либо деньги, либо абсолютно новый автомобиль. Кто покупает эти машины и почему, что их привлекает? Именно об этом мы и поговорим в этом выпуске. Битва за эту машину с точки зрения документов, доказать, что это гарантийный случай, началась уже со второй недели после покупки. Друзья, не размазывая кашу по тарелке, давайте обо всем по порядку прямо сейчас. Друзья, знакомьтесь, это же Дмитрий. У человека за последний год в жизни произошло столько событий, но мы обо всем по порядку поговорим. Последний раз мы с вами встречались не так давно. И у вас был Хавейл F7X. Шикарная машина, потрясающая автомобиль, ни разу в нем не разочаровался, рассказывал нам Дмитрий. Но потом вы машину продаете. Вот давайте кратенько по порядку, почему вы продали Хавейл? Финансовое состояние, хорошая цена на рынке, на вторичном. Я его продал дороже, чем купил. Я его продал за 2,200. И он ушел прямо за неделю. Машина действительно хорошая, в надежных руках. Парень молодой купил, все ему тоже понравилось. Потому что на тот момент у меня были серьезные финансовые проблемы, ипотека давила. На работе тоже такое было, и надо было что-то. И тут коллега решила продать свой автомобиль, купить новый. И позвонил мне, говорит, слушай, вот я свой Солярис продаю с 16-го года. 1,6 автомат, вот мне ее оценили в 700 тысяч. Нормальная цена, я говорю, слушай, я на рынке сейчас вообще рынок, вы лучше меня знаете, рынок вот такой вообще непонятно. Я говорю, да за такие деньги я у тебя сам куплю. И купил Солярис, катался на нем, пока вот себе москвича не взял. Потому что, ну из-за финансов, конечно же, из-за денег. Вот эта информация, как мне кажется, куда интереснее и полезнее. Деньги, все упирается в деньги. Когда у Дмитрия был Хавал, за него был ежемесячный платеж 20 тысяч рублей за кредит. Параллельно у жены Фабия, за которую тоже кредит, 15 тысяч рублей ежемесячный платеж. Продав Хавал, они закрывают оба кредита. Часть денег, которые остались, они вкидывают за ипотеку. Ну и покупают, собственно, вот этот Солярис. Таким образом, получилось, что на кредитных платежах они сэкономили 40 тысяч рублей. Понимаете, какая здесь роль? Вот экономическая нагрузка, она даже в 5-10 тысяч кредитных, она вот прям на тот момент прям очень сильно давила. И для меня это было важно. Потом ситуация изменилась, и вот опять мы пришли к новому автомобилю. Вот когда мы ролик с вами снимали про EF7X, уже была Фабия. Она из декрета вышла на работу, нужна была какая-нибудь машинка простая. Мы покупали Фабию, вот она каталась. Но эта Фабия начала очень сильно кушать мозг. Сначала фары отключились, потом блок комфорта, потом на мойке кусочек краски отвалился, и жена все уже говорит, я не могу больше. Но она сама потом сейчас расскажет, он стоит, улыбается. Да, сегодня жена Дмитрия у нас примет участие, она немного расскажет про свой автомобиль. Все вопросы с подковыркой, друзья, все задам, ведь это москвич, москвич, не джак, москвич. Да, что было на шильдике у Дмитрия на ключах, мы до этого дойдем. Хорошо, Фабия начинает у жены сыпаться, солярия сыпется. Ну, тоже он так мозги подкушивал, но меня это не напрягало. А ее я вижу по эмоциональной сфере, что все, и она уже не может. Ну, видно человек, и хочется как-то свою жену обрадовать. И говорю, слушай, давай, Фабию, продадим, и тебе что-нибудь купим. Ну, сначала у нас выбор, конечно же, идет на Хаваил. Хавал, как называют, Джиллион. На него была госпрограмма, настоящая скидка 400 тысяч. И мы начали ездить, смотреть, приехали, вроде определились. Джиллион небесного цвета, такой же. Ну, красивый. Красивый, да. В максимальной комплектации. Она приехала, посидела и сказала, нет, я не хочу эту машину. Почему? А она сама расскажет, почему она не захотела эту машину. И мы приезжаем домой, такие, что делать. Как раз праздники, 8 марта. Мы там отмечаем. Это вот 8 марта этого года. Да, да, этого года. И 9-го она с утра. Слушай, а тут по госпрограмме есть машина, называется Эволют. Я такой, Эволют? С ученым, давай, что сейчас на рынке, название каждый день новое. Вообще непонятно, что за хрень. Электрическая. За 1 800 000, я такой. Поехали смотреть. Прыгаем в машину, едем смотреть. Приезжаем, а там такой, это Нозерный салон, Автомир. К ним потом отдельные будут вопросы. И там много брендов. Там и Черри, и все прочее. И мы такие, заходим с ней. И такие, вау! Я вот, вот они прям вот так рядом стоят, только наоборот. Я просто молча иду в свою машину. Она идет в свою. Мы садимся. Я такой смотрю, смотрю. Блин, классная, классная. Сколько стоит, сколько стоит. Начинаем узнавать. Цены начинают радовать. И мы такие, слушайте, давайте мы посмотрим, сколько как. По итогу, миллион семьсот. Я, если что, привез с собой договора купли-продажи, чтобы эта цена не... У меня на каждой этой бумажечкой есть. Вот это миллион семьсот. Вот это миллион четыреста сорок. При том, что здесь допов стояло на сто тридцать восемь тысяч. Поэтому условно, вот если прям натянуть сову на глобус, две новых тачки за три миллиона. А вот с этого момента поподробнее. Таким образом, цена вас подкупает. Еще здесь прям действительно важный момент. В тот момент, когда вы оказались в салоне, так уж совпало, происходит реальная корректировка цен. Это можно назвать просадка по цене, скидке, как угодно. Но я бы отметил это корректировку. Потому что ранее эти москвичонки стоили, ну, действительно, какие-то задранные цены на них были. Ну, задранные. От, от, со всеми скидками. Два сто шестьдесят. От, что-то тоже в районе двух. И когда мне сказал менеджер, только сегодня, только сейчас, на них скидка от завода по шестьсот пятьдесят тысяч, я сказал, да, да, да. И пошел проверять. Проверил, правда, скидка от завода. Я приезжаю к этому менеджеру. А надо понимать, выходные, и все руководство салона находилось в отпусках. И так получилось, что после того, как парень продал нам машину, и у нас в следующий день уволили. Потому что два... Сейчас цена на автомобили... Я вам специально заезжал, когда в салон фотки скину, прикрепить на экран, это вот живые предложения. Он говорил, что цена на эту машину два сто тридцать шесть. Я сказал, хорошо, тогда от этой цены надо делать дальше скидки. За трейдин, за кредит. Он кому-то звонил. Не дозвонился, и да, сделал мне эти скидки до миллиона семьсот. А этот до миллиона четыреста сорок. Ну, вот парня уволили, или он сам уволился, не знаю. Ну, я думаю, это совпадение. Здесь важный момент. Очень часто, друзья, вы думаете, что да кому это все нахрен надо. Когда на эти машины появились вот эти вот, скажем так, снижения, народ их просто смел. Вот серьезно вам говорю. Я же занимаюсь машинами, мне ребята позвонят, говорят, смотри, сейчас вот такая ситуация, а потом через день они буквально заберут, не-не-не, все, стоп, стоп, стоп. Здесь уже очередь стоит, мы уже, в принципе, склад распродали, все разбронировалось, потому что дали адекватную цену. Ну, может быть, она неадекватная. Ну, вот народ, вот народ, народ голосует рублем. Народ увидел, ценник. Хватит. Да, все, вот машина стоит. Но вот здесь, Дмитрий, начинается куда интереснее. Куда интереснее, потому что вот это вот, москвичонок, это нам не надо. Хорошо. Это нам не надо. Мне надо. Выезжаете вы из салона, у машины, видите, ставите ее на учет. Как это было? Нет, я выезжаю из салона и понимаю, что с машиной что-то не так. А, это было даже... Это сразу, она была бракованная сразу. А что не так-то с машиной? При ускорении от 40 километров, то есть до 40, все плавно. Здесь надо понимать, здесь вариатор, беступенчатый, с имитацией шестиступенчатой коробки. И когда вы разгоняетесь до 40, как будто пропадает мощность. Вот как будто коробка проскальзывает. То есть она как бы рывковое ускорение. Не именно вот так вот вас шарашит. То есть если плавно вот ножичку держать, то она так хорошо разгонит. Хотите чуть быстрее, она как-то, ну, есть какая-то... Пробуксовка какая-то. Типа того, да. Вот как будто проскальзывает коробка, как не зацепляется. После 70, 100, 110, все хорошо, все, машина едет. Да, то есть чисто в этом промежутке. Да, в этом промежутке. И я подумал, обкатка, бензин плохой, например. Свечи, может быть, там стояли что-то надо сделать. На новой машине? Ну, я ничему не удивляюсь. По поводу новых машин, у меня огромное количество историй. 14-й год, Jeep Major, сестре дарят машину Jeep Compass. Знаете, да, наверное, хорошая? Она тогда стоила 50 тысяч долларов. Вот нам пытались выдать новую битую. Я после того, новые машины без толщиномера. Кстати, Дмитрий мне подарил, вот там в ролике в прошлом. Я до сих пор пользуюсь. И эти машины, все новые машины, надо проверять толщиномером. Могут тюхать битую. Друзья, а вот тот самый прибор, про который говорит Дмитрий, который мы ему дарили. Это CarSys толщиномер. Профессиональный толщиномер. Профессиональный прибор для всех тех, кто связан с автомобилями. Хотите вы купить новый автомобиль, хотите вы купить автомобиль с пробегом, он всем вам пригодится. Цена прибора относительно невысокая. Он торгуется в отметке 6-6,5 тысяч рублей. Произведен он на территории нашей страны. И таким образом, когда вы придете, вы можете самостоятельно обойти полностью автомобиль, осмотреть его и понять, точно ли он ни бит, ни крашен. Как это работает, в инструкции все подробно расписано. Лакокрасочное покрытие этого автомобиля, то, что мы сейчас смотрим, гуляет в диапазоне примерно 120 микрон. Займет у вас это примерно 10-15 минут полностью посмотреть кузов. Именно поэтому переходите по ссылочке в описании, заказывайте CarSys толщиномер, доставка по всей территории Российской Федерации. Пользуйтесь на здоровье. Дмитрий подтянул знания юридические свои. Я теперь дипломированный юрист, гражданское право. В феврале защитил диплом. Поэтому Дмитрий теперь общается с продавцами немного иначе. Ну а давайте, Дмитрий, рассказываем дальше. Что в итоге? Короче, начинает вот это вот попинываться. Я приезжаю к дилеру, говорю, слушайте, ребят, ну давайте начнем. Допов мне сделайте, затонируйте мне, регистратор повесьте. Я еще поеду керамику сделаю. Ну, хорошо, хорошо. Это вы приезжаете, просите, чтобы в подарок, типа, сделать? Нет, 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 я покупаю. Говорю, ребят, посмотрите, что там с машиной не то. Говорю, слушайте, наверное, топливо плохое. Залейте из какого-нибудь там сотового бензина. Ну, может быть, какую-нибудь хрень залили на заводе. Хорошо, делаю, но у меня же еще работа. Там, ребенка в школу. Сам на работу еще куда-то надо ездить. Я понимаю, что ситуация усугубляется. Становится хуже. И 10-го числа я забрал машину из салона. 23-го я ставлю на установку, на исправление установки допуслуг. Они даже регистратор не могут вам подключить правильно. Они регистратор запитали на ближний свет фар. Ночью регистратор работает, днем не работает. Я отдал... Да, да, да. И мне вот, если вы накосячили, ребята из Автомира, привет, допуслуги. Если вы накосячили, есть одно волшебное слово. Она до сих пор работает. У меня сынишка 3 года сейчас будет. Даже он это знает. Извините, извините, мы ошиблись, сейчас все исправим. Я приезжаю и говорю, ребята, ну вы что творите? Бывает. Ну оставляйте, если хотите. Ну такой вот диалог. Я им 23-го, 0-3-го сдаю машину. И забрал я ее только 25-го июня. Она была у них все это время. То есть 10 дней вы на машине, ну 15 получается, да, там покатались? 12, если быть точным, 12. Потому что у них доп. услуги и гарантия, они разные, и документы разные. Поэтому у меня-то все документы только по гарантии, которые... Грубо говоря, я покатал с 2 машины, потом она 3 месяца стояла. Я ее сейчас забрал. Вот специально жду, чтобы записать ролик, показать про автомобиль. Машина-то хорошая, кстати. Я хочу себе такую же, только рабочую, не бракованную. Потому что мне эта машина нравится. Я хочу на ней... У меня к вам сразу вопрос. Как машина может быть хорошей? Вот, допустим, вы про это можете говорить. Вот во сколько на ней пробег? Тысяча километров? Три. А, целых три тысячи километров. Три тысячи. За три недели. За первые, да, 10 дней у вас сломалась коробка. То есть вы на машине... Она сразу была сломана. Ну вот, вы на машине толком-то и не поездили. Да. А если через год, а если через три года, и спустя аж целых 100 тысяч километров, что с ним будет? Непонятно никому. Так же, как и с хавалами. Кстати, Дмитрий, теперь вопрос у меня к вам. Как вам хавал теперь? Вот как? У вас же тусовка автомобильная. Потому что, когда я вам показал хавал, когда вы первый раз, у вас в глазах читалось, ауди поменял на хавал. Ну, дебил, и все. Как сейчас к хавалам отношение? Изменилось вот с тех пор? Нет? Нет. У меня и тогда, на самом деле, не было отношения к дебил. Это вот в комментариях люди грубые. Ну, конечно. Так я согласен, я дебил. Я хочу себя подчеркнуть ключевое. Почему вы это сделали? Вот что вас к этому привело? Одно дело, если бы все классно, как вы говорите, ваше финансовое положение находится на пике американских горок, и у вас денег дофига, и вы продаете машину, покупаете хавал. Вот это вопрос. Нет. А другое дело, когда он у вас без конца ломается, когда вам нужны деньги, вы приходите и говорите, слушай, миллион семьсот, новая тачка. Да. Вот это вот другое. Вот я на это смотрю. А как он выглядит внешне, и что там, например, скажут, там, нафаршированный фантик, это дело второе, на самом деле. В первую очередь, вам нужна была машина. Да. Мне нужна была не машина, мне нужна была новая машина. Потому что, что будет через три года, мне неинтересно. Я ее продам. Или сдам в трейд-ин. Вот, знаете, само ощущение, это меня жена научила, он стоит, улыбается. Я только с ней первую свою машину купил. Потому что, когда я покупал машину, у меня купился Аккорд восьмой, в четырнадцатом году, такой весь, на тюнинге. А я мог купить новую машину. Но я говорил, да ладно, за эти деньги, я лучше что-нибудь бувшное, там, пяти-семилетнее. Она мне показала, что такое новая машина. Новая машина, это когда голова не болит. Вот, я не хочу ни ехать, ни в сервис. Что мне надо автомобиля? Я подошел, открыл ее, нажал кнопку, она завелась, поехала. Я вообще больше ни о чем не думаю. А со старой машиной, Солярис, хорошая машина, бесспорно. Но она очень любит мозги. Начала подкапывать масло. Генератор загорелась, лампочка, надо гнать сервис. Надо гнать сервис, надо гнать сервис, надо искать сервис, надо сидеть на форуме, надо искать запчасти, какие аналоги. Не хочу, я хочу на машине ездить. И новый автомобиль предоставляет это право очень хорошо. Вы сели, нажали, поехали. У вас что-то случилось? У меня сейчас есть юридические компетенции. Забирай машину, давай мне новую, я поехал. И поэтому, если в течение гарантии с ней что-то случится, то они мне ее починят и никуда они не денутся. А если срок починки будет свыше определенного периода, то они еще мне денег за это дадут. Почему нет? Вы когда брызгаете на стекло? Смотрите. Ой, блядь. Блядь, блядь, блядь. Садитесь внутрь. Короче, друзья, вот это просто прикол, реально. Она брызгает не на стекло, она брызгает прямо в глаза и куда угодно, но только не на стекло. Не, а самое основное, дворники не шевелятся. Дмитрий, обратите внимание, смотрите. Заготовка, да, получается заготовка, блин. И таких вот приколов по всей машине много. Камера заднего вида, дешевого качества. И, ну, с другой стороны, полноценная пятиточечная ледовская оптика. Кстати, на хавале была-то имитация. Там один. Телефон внутри удобно, дорогу держит хорошо, маленький расход. Ну, то есть, здесь очень много таких вещей, которые приятны. А с другой стороны, здесь только кондиционер. А посмотрите, как они разместили кнопку. Ну, вы посмотрите. Это что за порнография? Куда положить телефон? Это то есть там, где должен быть телефон лежать, там воткнулась кнопка на Глонас. Да, да, да. Это кнопка Глонас. Вот в этот карман здесь лежит вот у меня, видите, такой губка-боб после своего наушники. Для чего? Потому что здесь гарнитура, когда вы едете, по ней нельзя разговаривать. Вас собеседник не слышит, поэтому в этой машине надо с собой возить наушник, чтобы... Да, миллион семьсот. Миллион семьсот. Все, приняли, идем дальше. С ключом там интересная история была. То, что Москвич, и рядом был написан Джак. Нет, а прямо на наклейке написано Джак. Вот вы сейчас фото увидите у себя на экране, я Дмитрию доеду. Потому что я у себя наклеечку уже стер, а здесь, сейчас покажу. Вот здесь такая вот наклеечка. И тут прямо написано Джак, Джей-7. Ну, вы сейчас это увидите. С другой стороны, у меня здесь есть три настройки руля. Комфортная, спортивная еще. Ну, то есть тут есть такие прям жирные плюхи, а есть прям дешево-дешево. С другой стороны, вот то, чего не хватало в хавале, здесь все коврики, вот у меня водительские, сразу с завода есть упоры, которые не позволяют ему уезжать. Нет, вот здесь штырьки. Здесь нет, с той стороны увидеть можно. Ну и так вот, визуально, вот это все трогается. Оно все аккуратненькое, приятное. Строчек тут зеленый какой-то, еще что-то подлокоть. То есть я вот сел в свою машинку, у меня прям как флешбек, прям первая девятка, и ты едешь по ней музыку, слушаешь, ну прям хорошо. Нравится мне машина? Это моя машина. Мне хочется, чтобы отношения производителей. Вы же делаете хорошие машины, но за эти деньги. И они, на них можно испытывать удовольствие. Троечка вообще бомба. Вот подпольная кличка, пушистое облачко. Она классная, и это классная. Ну ведите с нами себя как люди, пожалуйста. Отношения к клиенту, человеческие, а не как с животными, как со скотом. Му-муев стоило. Новая тачка, никаких проблем. Вот что бывает, когда машина на гарантии. Она изначально была с браком, но, понимаете, я не удивлен, что есть новые машины с браком. Хонда ЦРВ, ну у нас отключился полный привод. Ауди А6, разряжался, то лечок не открывался, прочее. Хавал, что там, краска с капота отводила. Я к этому нормально. Да, произошел, это технически сложный автомобиль, да, здесь сломалась коробка. Машина хорошая, а вот отношение к клиентам плохое. Вы приезжаете, а над вами просто смеются, откровенно. Просто хамят вам в лицо. И вы не знаете, что делать. У меня даже жена говорит, ну слушай, ну такие истории рассказывают. Ну не может быть, все так цинично. Я говорю, поехали со мной. И когда она приехала со мной, стояла, на это смотрела, она сейчас тоже поделится эмоциями. Она говорит, что ему сейчас рожа уже сапога, как они себя ведут, просто как херевшие. Вы сдаете машину. Я сдал. Они взяли ее, говорят, да, давайте посмотрим. Говорит, слушайте, мы нашли у вас отвалившуюся массу. Мы вам поделали, попробуйте, прокатитесь как. Я проезжаю, говорю, то же самое, отдаю. Еще неделя проходит, говорит, мы вам свечи поменяли. Вроде сейчас все нормально, прокатитесь. Прокатился, то же самое. На третьей неделе, слушайте, мы вам блок управления двигателем поменяли. А все в это время машина у них, правильно? Да. То есть вы просто приезжаете, прокатился. Приезжаю, прокатился и возвращаю назад. На третьей неделе приезжаю, говорю, ребят, ладно, у меня уже дела. Я уже на одной машине не могу. Я же в Новом Москве живу, там с транспортом плохо, там нужна машина. Супругу на работу, мне тоже надо как-то. Дайте я ее пока возьму, заберу. Дайте мне документ, что она у вас три недели стояла в ремонте. Они мне говорят. О, вот это, вот это, вот это. Вот так. А они говорят, она не стояла в ремонте. Я говорю, а где она стояла? Она говорит, вот просто стояла, чего вы ее не забирали? Представляете, а вы три недели без своей новой машины, в которую вот вы влюбились, загорелись. Вы хотите на ней кататься? Вам вот так. Я говорю, нет, сейчас я вам начну с вами разговаривать матом. И я начал, я прям достаточно группа. Андрей, ты некомпетентный сотрудник сервисного отдела. Не подходи, блядь, никогда ко мне. Я в следующий раз не сдержусь. Ну, это эмоции. Это эмоции, потому что нельзя хамить людям. Человек купил новую машину, у него проблемы, а вы ему хамите. Потому что, когда я пришел забирать, мне дали ключи и пропуск на выезд. Я говорю, а документы? Какие вам документы? Я говорю, документы, что у вас машина в ремонте стояла. А она не стояла в ремонте. Я говорю, подождите, а где она была? Она просто стояла, вы могли ее забрать. Я говорю, стоп, я тебе звоню каждые три дня. А я реально звонил каждые три дня. До них, во-первых, хрен дозвонишься. Можно мне забрать машину? Можно мне забрать? Ты мне что говорил по телефону? Нет, нельзя. Нет, она сломана. Нет, нельзя. А потом вот так вот. Но я понимаю, на что они рассчитывают. Чтобы я взорвался, нахамил, нагрубил. И они себя таким образом прикрыли. Но нет, я губу прокусил, пошел, отдохнул, выдохнул. Сказал, вот вам ключи, пока дефект не устраните, я уезжаю. И они про меня забыли на месяц. Даже не звонят. Вот ничего не происходит. Я через месяц приезжаю, говорю, ребят, что с машиной? Я машину свою хочу. Кредит-то я за нее плачу. Но теперь это, кстати, в плюс. Они мне деньги вернут. Все переплаты, все остальное. Ой, а вы можете ее забирать. Я говорю, в смысле забирать? А мы коробку сейчас вам меняем. Я говорю, как вы мне коробку? У меня с коробкой что-то не так. А что у вас не так с машиной? То есть вы приезжаете, у вас машина стоит в сервисе. Вы приходите и спрашиваете, что с моей машиной? А вам менеджер такой говорит, а что с вашей машиной? Что с моей машиной? А что с вашей машиной? Я говорю, ну вы что-то с ней будете делать? Ну, мы направили документы на завод Завод признал коробку Кирдык Документ, кстати, есть Коробку мы вам меняем Я говорю, хорошо, меняйте Мне выдают новую, звонят Получается, это где-то 24-25 июня На минуточку, а сдал я 25 марта Говорят, все, ваша машина готова, забирайте Я беру жену, мы едем туда Мне опять дают ключ и пропуск на выезд Я говорю, а документы? И начинается итог Мы там пробыли 4 часа 50 минут Я себе таймер поставил Как это все дело выглядело Вот такие вот акты приема передач Каждый раз должны вам давать, когда вы приезжаете А вместо этого они вам выдают расписку Как вы увидите, вот можете на камеру показать На акте должна быть подпись и печать Они выдают без этого, акт недействительный Вот у меня таких актов набралось, видите, вот много Потому что Давайте каждый акт получим Друзья, сейчас пока Дмитрий готовит документы Чтобы вы понимали Краткую вам выжимку Без вот этих правильно оформленных бумаг Вы свой автомобиль вернуть Вернуть деньги полностью не сможете Особенно у нас очень часто дилеры любили делать следующим образом Рубль Заплати, пожалуйста, дядь Дим Да, не гарантий И мы тебе сделаем все, как хочешь, просто шесть доброй воли Делается это специально Потому что, пойдя в суд, суд никогда не будет смотреть этот ролик и говорить Как у вас прекрасно поможет Суд смотрит на документы А в документах будет следующее Он оплатил ремонт и так далее Ну вы понимаете Конечно, это не гарантия Да, а здесь человек оформляет все случаи ровно так, чтобы сработало внимание Кто? Закон О защите прав потребителей Вот такой закон И ребята И он реально работает Он офигенно работает Суд, это война бумажек Слова, видеозаписи, аудиозаписи Все это лирика Без бумажки ничего Не совсем кстати Я хочу даже акцент сделать Я очень знаю, что администрация города И некоторые чиновники, в том числе депутаты Мы вот ездили, снимали выпуск Они москвич защищают Вот вам, пожалуйста, вот куда обратите ваше внимание Как люди, до чего люди, сотрудники, до чего дилеры сами доводят Завод признал гарантии Если бы они изначально правильно подали документы И сказали бы Дмитрий, блин, нифига себе, заводской брак Этого ролика вообще бы и не было бы Никто бы это не подсвечил Вы бы на эмоциях об этом ничего не говорили бы И все Но здесь из-за того, что кто-то сидел и издевался И он не выполнял некачественную работу Вот к чему приводит А машина хорошая Дмитрий, основная проблема, вы не поняли в чем Ничего не изменилось, она дергается В этом проблема Вы мне починили А проблема не ушла Поэтому я вам ее сдаю Нафиг Я вас попросил, почините мне машину Вы три месяца меня морозили Подделывали документы Проблему не убрали А потом мне еще начали хамить Не выдавать документы Потом, чтобы вы понимали То есть вот эти акты У меня, чтобы забрать эти акты Ушло 2 часа 20 минут Было это примерно так Позвали главную девушку Ох, повезло тебе, как тебя зовут Начальник этого сервиса Девочка Очень Нехорошо себя ведет Провести бы с ней работу Но кто я такой? Вдруг руководство ваше посмотрит Я говорю Дайте мне, пожалуйста, акт приема передач Акты вам выдавались ранее Дайте Я говорю, мне акты не выдавались И тут подбегает такой менеджер Говорит Слушайте Вот вы приходили 3 недели назад Я вам лично в руки отдавал Вы что, уже забыли? Я говорю, давай видеозапись посмотрим Какую видеозапись? Ну хочешь я тебе твою цитату Прям скажу, как ты говорил? Вы не вели видеозапись? Я говорю, ты уверен? Он такой А я не вел видеозапись Это был с вашей стороны блеф Да, это был блеф Потому что у меня пошла защита У меня забрало падает Все Я говорю, прям конкретно твои цитаты Акты вам выдадут Когда будете забирать автомобиль А я сначала всегда подхожу к людям Уважительно То есть не ругаюсь Ну давайте, какие документы Как что? И он такой Ой, да Да, я ошибся Дайте мне акты Акты вам выдавались ранее Мне акты ранее не выдавались Дайте мне акты Я не знаю, почему вам не выдали акты Дайте мне акты Я не знаю, почему вам не выдали Мне без разницы И вот я серьезно Это как с сумасшедшими Как с умственно отсталыми Вот просто сидишь Долдунешь вот это В итоге она мне выдает Просто вот эти бумажки Я говорю Заверьте копию печатью Она мне распечатывает другой акт Там подписывается Другой человек делает фальсификацию Я говорю, уберите эти бумажки Дайте мне этой Я не могу поставить печать юрист в отпуск Я говорю, мне все равно Дайте мне акты И вот так вот два часа Все, мне выдают акты В итоге смогли Два часа, да, смогли Ну вот видите, они же у вас в руках В итоге смогли Дальше я говорю, хорошо А где документы на гарантию? Мне выдают документы на гарантию, Дмитрий Это надо видеть Смотрите Все, гарантия Большими словами, гарантия Внимательно смотрим на эту строчку Дата заезда 20 июня 20 июня, а выезд 25 июня Я говорю Через пять дней На Я говорю Нет У вас же машина по этим документам Простояла пять дней Она стояла То ли 84, то ли 86 Сейчас я уже Прямо у меня эмоции-то начинают бурлить Здесь все, смотрите Заменить беступенчатую Гарантия Заказчик АО Москвич Мы сейчас про него отдельно скажем Все с печатями Красота Вот что заменили Я говорю Это хорошо А дайте мне, пожалуйста, результат диагностики Говорит Какой диагностики? Я говорю Ну вы на основании чего-то же сделали У вас же Получается по этому документу Вы произвели гарантийный ремонт Который занял пять дней А остальные 85 дней Что она делала? Стояла Я говорю Это так не работает Вы же Ну Вы пригнали машину Приняли по акту приема-передачи Логику просто Вы провели какие-то диагностические работы И пришли к выводу Что требуется заменить коробку передач А вы сейчас еще смеете Я же не только с этим приехал У этих машин Это очень сырая машина Ну Потом по ней пройдемся Если руль Вывернуть максимально лево Нажать газ У вас грохот на всю улицу стоит Но самое интересное Что в самом начале Вы говорите Машина очень хорошая Я хочу ее брать При стоимости в миллион семьсот Я готов с этой сыростью мириться Но это я готов Потому что мне Ну а что за миллион семьсот Сейчас новое купить? Ну давайте сейчас Сейчас уйдем Не в ту сторону И они говорят Вы понимаете У нас даже формы такого документа нет Вот этой вот формы документа нет Не существует этого документа В итоге вот мы смотрим Акт проверки технического состояния автомобиля Датированный 25-м 0-3-м Где они пришли к выбору Что требуется замена АКПП И вот именно этот документ и говорит Что машина провела Вы 25-го марта Признали неисправность АКПП И сколько она там стояла Дальше в салоне Уже не важно Вот да Вот это можно сказать Одна из основных Это самая основная Это вот прям Железобетонное доказательство Я сейчас Пишу досудебку Прикладываю эту бумагу Все суд выигран Вот только благодаря Этой одной бумаге Потому что машину я у вас Забрал по акту 25-го А акт Вот этот Сделан 25-го марта А забрал я 25-го июня Прям как Магия чисел Блин Так Я выезжаю Да И смотрите что они еще Стараются сделать Это вторая копия Такого же документа Смотрите как хитро написано Автомобиль от СТО принят Претензий к выполненным работам И состоянии автомобиля не имею Информация о проведении Ремонта Обслуживания Соответствия Защите Мне все разъяснили Предоставили Я ничего не сделал Что мы делаем Нахрен Зачеркиваем Полностью Пишем Только Принял А я же только принял Мне ничего не разъяснили Я за машиной еще не прокат Как я могу сказать что это И написал Только принял Потому что Если бы я здесь расписался То я бы уже все Дайте Да пожалуйста Вот ребята Смотрите Как у нас сегодня Хороший с вами выпуск Вот только на основании этого Я серьезно говорю Вот Вот что Вот чему нужно учить Детей в школе В 11 классе В университетах Везде Вот Как машину купить Что делать Если вдруг у вас сломалось Вот эта вот информация Вот он Ликбез Вот за что Многие из вас любят Ютуб Ну согласитесь Что ты дома Сидя попивай чай Можешь послушать Историю жизни человека Который через это все Прошел Неоднократно Повиноваты во всем Ауди Вы меня Вот видите И теперь вам рассказывают В том числе И я уже даже сам Знаю какой комплект Должен по сути идти Чтобы можно было От всего этого дела Отбиться правильно А если прийти из серии Когда вы общаетесь Как вот Дима Неоднократно отмечает Что культурный Многие культуру Воспринимают За слабость Да Если человек культурный То да чего Он добр Он поймет А когда почему-то Не поймет Путал Из дунка Вкручиваешь Вот прям хорош Сразу по-другому Прямо от души Сразу становишься Противный Плохой Но вот давай Вот это сделаем От него поменьше Там нытья будет Но зато сделаем Да Машины хорошие Отношение АО МАЗ Москвич К своим клиентам Ужасное Просто ужасное Мне продали Бракованный автомобиль Ну это как Видеообращение Вдруг посмотрят И вместо Я нормально принимаю Что машина Ну попалась Бракованная Исправьте Не можете исправить Вот не получается Замените Я же приехал И Халеска Ирина Это руководитель Автомира Я говорю Давайте договариваться Давайте позовем АО МАЗ Москвич Вы как дилер Который продали я И мы к какому-то Консенсусу Пытаемся прийти Ну меня просто Скали Да я составлю обращение Да я это сделаю Да я это сделаю А потом позвонил Сказал Вы знаете Они говорят Что вы никаких претензий Не подавали Поэтому говорить с вами Не о чем Я говорю А как же мы вот люди Если вот у нас с вами Какой-то произошел конфликт Давайте сядем Поговорим Ну решим конечно А бумаги Это второстепенно Это все второстепенно Главное прийти Даже в договоре написано Что все споры Неразберихи Достигаются сперва Путем переговоров А уже потом только суд Конечно Я могу Я Слушайте Я с этими бумагами Суд легко выиграю Но мне не надо обогатиться Моя цель Исправный автомобиль Я хочу Эту машину Я хочу Чтобы она была исправна Почему я говорю Что эта машина Брак На основании документов Не потому что мне что-то не нравится Она там не так рулится На основании документов Это брак Это говорит закон О защите прав потребителей Я это докажу в суде Я ее легко по суду верну назад Но у меня цель Не обогащение машины Я машину хочу Изначально Вы покупаете машину Бракованную Вам ставят коробку И она тоже бракованная Или дело не в ней Или дело не в ней Или дело не в ней А я не знаю Я же не технический специалист Я по документам Теперь юрист Поэтому я могу рассуждать Как юрист Мне поставили А коробку вообще поменяли Я не знаю Я не залазил Я не технический специалист Мне говорят Кстати Вот здесь надо отдать должное Во всем автомире Есть два человека На котором по-моему Держится этот автомир Это Вячеслав и Владимир Гарантийщики Вот такие мужики Без всяких Потому что я когда вышел Говорю Ребята у меня что-то дергается Да давайте сядем Прокатимся Потому что когда я с таким же вопросом Пришел в хавал Когда вот купил Говорю Слушайте у меня тачка не рулится Вообще не управляется Особенности эксплуатации То есть на отвали Здесь нет Они со мной прокатились Посмотрели Говорят Да Дмитрий Тут какая-то херота Я более чем уверен Что здесь какой-то Хитрый дефект Который очень тяжело выявить То есть вот К этим мужикам Мне только вот аплодировать стоя На них все держится Потому что они меня не послали Нафиг А они могли сказать Ну особенность Машина тяжелая Вариатор Слабенький Она вот пинается Они прослушали Все документы оформили Заявку всю сделали И вот они молодцы А ко всем остальным У меня огромное количество вопросов Дмитрий Микрофон пишет? Да Пишет Вот я подъезжаю С дочкой Вот забрал машину Забрал машину Подъехал на вернатку Встал на разворот Начинаю разворот Выкручиваем руль Даем газу Слышно было Или еще раз? Было не слышно Но ты прокомментируй лучше Вот прям вот по живому Расскажи И что? Ну я думаю люди Грохот на всю машину Выворачиваешь руль Даешь Вот я забрал дочку Мы выезжаем Нам надо на вернатке Развернуться Я выворачиваю руль На машине пробег 40 километров Нажимаешь газ И такой На всю Я думаю колесо оторвалось Что ли Или еще что-то Но все мы с вами Прекрасно знаем Что это Джак Джак Какая версия? Джей 7 рестайлинг А у жены? Не помню Что-то такое Джей 6 Это на самом деле Очень важно Дмитрий Потому что Видите Люди машины покупают Потому что В первую очередь Подкупают Что? Внешний вид И цена Правильно я угадал? Первая подкупает Цена А потом внешний вид Вторая Она еще и неплохая За эти деньги И третья Это москвич Мне это льстит А то есть Все-таки то Что шильдик москвич Это очень важно Важно Для меня В моем понимании Как говорят Какая разница Джак или москвич А я объясню Какая разница А я объясню Деньги остаются в стране За сборку этих денег Налоги остаются Здесь НДС 20% У людей зарплата Волгоградский проспект Ребята работают на заводе И работают хорошо Потому что тачки-то хорошие Тачки на самом деле хорошие Люди А вот сейчас вопрос Дмитрий Вы же не ушли работать В мэрию Москвы Правильно? Вы же сейчас Не при правительстве Москве Находитесь А то знаете как Ситуация изменилась Зарплата стала лучше Вы ушли в правительство Москвы И теперь у нас Москвич Отличный автомобиль Нет? Москвич Это политически Правильный автомобиль Но нет В мэрию я не ушел Что такое сдать машину? У нас С чего все начинается? Я должен письменно Обратиться К АО МАСС Москвич Так называется Юридическое лицо Которое произвело данный автомобиль Я могу к нему Обратиться По адресу юридическому Либо в том месте Где я купил автомобиль А то место говорят Нет Идите на почту Нет Я машину у вас покупал И я могу вам Принести претензию Уважаемые ребята Я могу там потребовать Что? Замена Либо на новый автомобиль Либо выплатить Стоимость Стоимость сегодняшнего дня По прайсу Кстати уже заверенного Нотариуса 2,160 Второе Вы мне оплатите Всю переплату По кредиту Третье Вы мне оплатите Все неотделимые улучшения Как керамика У меня же Я же все чеки собираю И Можно еще моральный расход Ну там Сколько-то заложить Небольшой Ну да Небольшой Ну можно А можно и 500 попробовать Ну заложить 500 можно Но 500 Неодолго Ну я имею ввиду Что я не пытаюсь На этом заработать И вы Даете эту претензию Вот если эту претензию Завод В течение 10 дней Добровольно Не исполнит То при подаче Искового заявления В суд Он заплатит штраф 50% От стоимости автомобиля А то есть уже Им будет невыгодно Это тянуть Потому что они будут понимать Что у меня С документами Железобетонно Поэтому будут Удовлетворять сразу Почему я до сих пор Этого не сделал Потому что Когда у меня Все это горело Дмитрий не даст соврать Мы когда купили Две эти машины А Дмитрий Я опять какую-то Херню натворил Я купил Два москвича Был прикол Изначально Изначально Мог получиться выпуск Где Дима Рассказывает Какой классный москвич Как он доволен Но уже в тот момент Было бы что-то Типа там Попинывается Но непонятно Но мне тогда Не получилось Мы договорились Так то что На первых Опять же Машина новая Что-то про нее расскажешь Давай покатаешься Да-да-да Месяцок Вот покатался И потом я Чуть-чуть другой формат Три месяца бежу Дмитрий Машина до сих пор в ремонте Ролика пока нет И мы катались Вот на троечке Ну во-первых У каждой нашей машины Есть клички Вот это Заготовка Потому что Это не машина Это заготовка машины Которая может быть Когда-нибудь Если над ней Очень сильно трудиться Станет машина Знакомьтесь Милая женщина Ирина Жена Дмитрия Ирина Ну давайте начнем с юмора Я думаю С таким мужем Не скучно жить Да? Да Очень весело Здравствуйте Вот эти американские горки Постоянно Всегда весело Да Всегда Что-то новенькое И неожиданное Это у нас Кто? Пушистая тучка Или как? Нет Пушистая облачка Пушистая облачка Вот вы Когда присутствовали При всех этих Разбирательствах Походах Действительно Прям хамили Не вложительно Относились Или все-таки Может быть Переборчик Нет Я в принципе Готова Терпеть Молчать Не выступать Не агрессировать И не вступать В конфликты Но когда Человек С сарказмом Начинает Издеваться И говорит Да вы что Ваша машина Стояла У нас Там 60 с лишним Дней Это вот В один из наших заезд И это говорит Начальника Приемки То как-то Вот это Становится Уже Вопросики К нему К девушке К этой И Хочется сказать Вы прекрасно Знаете За какой машиной Пришли Мы Вы прекрасно Знаете По какой причине Она у вас Стоит И как бы Можно Помочь Решить Проблему А не Издеваться Над людьми Вот те люди Которые Напишут вам То что Вы купили Фуфло Не москвич К сожалению Да Это не наша разработка А китайская Но это все-таки Китайцы Вот что бы вы им ответили Вот именно С укором На то С акцентом На то Что это плохие машины Китайские Вот как бы вы прокомментировали Ваш выбор Я бы прокомментировала Так что Во-первых Каждый покупает По возможностям Финансовым Это в первую очередь Во-вторых Каждый сам Для себя определяет Купить новый автомобиль Или купить бушный Но не китаец Ну Для кого-то Это тоже важно Никого не хочу Переубеждать И агитировать Это вот Наверное Самое большое Что вызывает У всех Как раз Агрессию Когда Начинаешь Вот у меня Китайцы Давайте Все покупайте Китайцы Нет Мне бы тоже Может быть Хотелось И мне нравится Куча других Машин Да Я слушаю Ага Но На данный момент Моя машинка Вот Вот ребята Поэтому да 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 Дмитрий там играет За камерой Он показывает Карманы Блин Это ключевое Вы услышите Пожалуйста Прежде чем Накидываться на кого-то Не только там На нас В этом выпуске А к другим Комментариям Писать К другим выпускам Писать комментарии Что вот вы покупаете Надоели людям Вот эти вот Десяти-пятнадцатилетние Бэушные тачки Уже была у вас Фабия Классная машина Это моя первая Была бэушная машина И Хочу сказать Я Морально не готова Я хочу Сесть Поехать на работу Чтобы у меня Не возникало Никаких вопросов Что у меня там Что-то сейчас Отвалится Что я посреди МКАДа Встану И не буду В панике Знать что делать Или у меня Сидит ребенок Сзади На улице Зима И опять же Где-то остановившись По причине Поломки Меня это Будет очень злить А ломалась Фабия? Вот такие ситуации Слава богу нет Но она была на грани Вот как раз Когда у меня Отказал вдруг Блок комфорта Двигателем Ой двигателем Наверное Блок комфорта И там был Такой нюанс Когда нам сказали Автосервисы Что она может В любой момент У вас остановиться Или закроются двери Или погаснет свет То есть Я что должна делать Девочка Бежать там Куда-то Искать автосервис Звонить мужу Благо Он всегда На помощь приходит Мне это Некомфортно Вот за этой машиной За рулем этого автомобиля Вы чувствуете себя В безопасности Вы чувствуете себя Так что Вот вы можете завести И сейчас уехать Условно в Сочи Что она вас довезет Ну я почему-то Уверена в ней Не знаю Моя машинка Не выдала Пока ничего Такого Сверху А у вас пробег Сколько примерно Ой Наверное Тысяч 7-8 Тысяч 7-8 В 2009 году У меня была Лада 14 И к слову о том Что как только Она выехала из салона Там не работал Спидометр Там тек Тосол Мне пришлось научиться Менять там Эти как Предохранители Новая машина Первая новая машина Потом у меня была Ренос Сандерест Вейв Которые мне благополучно Также отключали Ошибку двигателя И говорили Что вы Это нормально Вот И если вот Кто-то смотрит Наши ролики И думает Что семейка сумасшедшая Вот я как раз Хотел задать Этот вопрос Может быть Чуть-чуть Сумасшедшие Ну машины делаете Не вы Вы приходите Что вы Терейшие Получается Ну не может Таков быть Что нам Так по жизни Не везет С машинами С машинами Это вопрос Того Отношения Еще К всему Происходящему И хочется Сказать Что допустим Когда У меня Не было мужа И я не знала Что делать И я закрывала На это глаза И говорила Да Да так у всех Это нормально И ошибка двигателя У всех горит И тасол течет Это вам в салоне Да Вот так по ушам Поедут И потом вам кажется Что типа ну Мне каждый раз Так говорили И я думала Что это нормально И вот я не знаю Есть выбор Либо всем учиться На юристов Либо мужа юриста Заводить Чтоб жизнь Стала проще Других вариантов Нет Ирин Я думаю Мы максимально Сегодня подробно Разобрали эту тему Давайте так Последний От вас Комментарий На комментарий Всем тем Кто поддержит Мы естественно Говорим спасибо большое Всем тем Кто вдруг Будет кидаться Что-то обзываться Еще что-то Что-то будете отвечать Или ну их нафиг Ну пускай Немножко Лояльнее Относятся К людям И наверное Я им пожелаю Всем хорошего настроения И поменьше Злости Внутри Чтобы не выливать Это на окружающих Дмитрий У нас такой выпуск Получается Интересный Вот я люблю Такой-то Контраст И спорный выпуск Что с одной стороны Ну давай так Вот говно-говно С точки зрения Надежности Купил Отвалилась коробка Приехал В сервис Там хамят А где по-другому Прошло время Поставили коробку Не поставили коробку Мы с точки зрения Замены Опять не работают Какие-то есть нарекания Но в тот же момент Машина классная Готов брать Да И вот Как вы это можете Прокомментировать Чтобы люди Поняли вашу позицию Вот скажет сейчас человек Мог купить Надежную бэушку Какую? Какую? А я не знаю Но Солярис надежная? Ну по идее А не приходил Не приходил Не приходил 2016-го 1.6 На автомате Офигенно Все Да Нет А он начал ломаться А я не хочу Чтобы он начал ломаться И еще Самая главная мысль Я У себя где-то в голове Наконец-то начал осознавать Что жить надо Посредством Вот вчера Мы вот здесь Вот здесь Снимали Ауди А6 Да она охеренная А6 Я понял Насколько она охеренная Как начал менять машины Все по сравнению с ней Пришло Пришло Я был очень туп Ауди Самая лучшая машина Которая у меня была Но сейчас новая Ауди стоит 10 миллионов 800 Это нереальные для меня деньги Я работаю в государственной организации У меня нет таких денег Я не могу себе ее купить Я могу конечно влезть в долги Взять кредиты Ипотеку Ипотеку 30 лет Прочее Да вот сзади стоит там машина Дмитрия Вот такая вот бэха Была бы возможность Я бы купил А у меня ее нету Вот я могу сегодня Купить Москвич А вчера Я мог только купить Солярис Ну Я могу по средствам Это вот По финансам Если завтра Мне надо будет сесть На девятку заново Значит я сяду на девятку Но самое главное Чтобы Семья Развивалась Доминировала Закрытие базовых потребностей Еда Одежда Отдых Здоровье Вот если это закрыто Потом машина А раньше у меня была Главная машина Все остальное На отпуск можно не ездить Это как раз Когда была история С Ауди Да Да Она Это Ну во-первых Мы брали в кредит Кредит был большой Очень серьезный финанс Зато мы ездили на Ауди На минуточку Ни о чем не жалеем У нас тогда Только появился первый ребенок Сейчас двое Сейчас ипотека Которая уже практически закрыта Да Самое главное Он москвич И я москвич И оба мы произведены Не в Москве Тонкий юмор От Дмитрия Слушай Ну я считаю Что выпуск получился Объективный Подсветили мы И плюсы автомобиля Вот пожалуйста Дмитрий Как представитель Скажем так Народа Определенная группа его Вот почему люди Покупают машины Не потому что Он прям хотел Он прям горел Мечтой Ну вот пришел человек По карманам Пошарил И понимает А я могу И сразу Она уже поинтереснее Стала смотреться Она в том то и Удивительно Что она мне понравилась А потом я посмотрел На цену Сначала я прям Вау У меня такого не происходит Давно не происходило Там вот смотришь Какой-нибудь Ли 9 Ну прикольная Зикр Ну окей Ну не было у меня такого Да это отличные автомобили Но уже из другой ценовой А здесь я увидел И такой Вот это ничего тоже А потом еще смотрят На льготное кредитование Гарантия Ведь сработает Закон о защите прав потребителей Вот эта чаша весов В пользу китайца Перевешивают И люди покупают Ведь у нас идет Бесконечный спор Ребята Что я хотел вам показать Этим выпуском Во-первых Редко встретишь людей Которые вот так вот На эмоциях С юмором С позитивом Готовы рассказать о том Какие страдания По факту Они переживают Ну кому это нахрен Надо купить новую машину Выехать И в первый же день Понять Что с ней что-то не так А через 2 недели Понять Что у тебя Хана коробки Прождать 3 месяца Получать Как люди рассказывают Хамство В итоге Сейчас вот У тебя есть комплект Документов Бегай Сдавай машину Получай обратно При этом Человек говорит Мне нравится машина Я хочу ее купить И вот в такой ситуации Оказываются сотни Если не тысячи людей Со всеми остальными брендами Где вот Подобная история происходит Где-то Лояльнее Относятся к подобным ситуациям Автомобиль Забирают Меняют коробку Но таких особо Честно говоря Я не встретил Всегда И это вот Некий такой бой Продавца И покупателя Поэтому Держите ухо Востро Будьте на чеку Значит Дмитрий Напоминаю Кто забыл Работает В детском центре Я так кратенько скажу Помогает детям Больным раком Поэтому к нему Я прям прошу вас Не нападайте На него с негативом Не нападайте с негативом На его жену Люди с нами Делятся Своей ситуацией жизни Два автомобиля Купленные в кредит Живут по средствам Лучше наоборот Поддержите И самое главное Намотайте себе На ус Ту информацию Которую они вам Рассказывают Возможно из вас Кто-то хочет купить Подобные автомобили Чтобы вы были На чеку Знали К чему готовиться И что можно пройти Два абсолютно Одинаковых По технической части С точки зрения Коробки автомобиля Один С первых дней С браком Второй ездит Вот сколько там С марта месяца Уже там 9 тысяч пробег На них Пока все ок Поэтому мне кажется Ролик максимально Объективный Ну и позитивный Пролетел на одно Дыхание В описании Оставлю ссылку На почту Дмитрия Мало ли у вас Какие-то есть вопросы По документам Как что происходит Обращайтесь к нему Решайте Ну и в том числе Оставляю ссылочку На телеграм-канала В первом Закрепленном комментарии Подпишитесь Обязательно Там всегда Свежие новости Там всегда На связи Комментарии Открыты Много чего полезного Оттуда можете Узнавать Ну и в том числе Также пообщаться В нашем таком Закрыто-открытом Сообществе Не добавить Не убавить Жду вас В воскресенье С 9.00 На канале С новым Шикарнейшим Воскресным выпуском До новых встреч Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok